Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». В студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. С особым цинизмом. ДТП со смертельным исходом сразу в двух районах республики. Всем на свете нужен дом. Вопросы предоставления жилья сиротам и многодетным семьям обсудили на совещании в Доме правительства. Звуки музыки. В Чебоксарской академии искусств прошел мастер-класс по академическому вокалу. Как в республике решают жилищный вопрос сирот и многодетных семей? Сегодня это обсудили на совещании в Доме правительства. Исполнить государственные контракты в прошлом году смогли не все муниципалитеты. Проблемы члены правительства разобрали детально. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Обеспечить нуждающихся комфортным жильем – приоритетная задача. В этом году в республике новоселье должны сыграть более 150 семей участников госпрограммы. Целевой индикатор республикой выполнен в течение года со 104 детьми заключены договора найма специализированного жилого помещения. Фактически в республиканском бюджете в 2018 году на обеспечение детей было предусмотрено 146,6 миллионов рублей. За время реализации программы, 6-18 год, было в год в среднем 148 человек. То есть в последние три года рост обеспечения жильем увеличился на 20% и в большей степени за счет средств республиканского бюджета. Но в прошлом году ряд муниципалитетов средства бюджета не освоили. Более 45 миллионов рублей за столицей региона. Информация, которую предоставил город Чебоксары, аукционы объявлялись неоднократно и только 25 декабря удалось заключить муниципальный контракт на приобретение 29 квартир. Но поставщикам, к сожалению, не исполнены условия контракта, дом не введен в эксплуатацию. В доме, где и должны были получить квартиры, дети-сироты не успели смонтировать лифты. Дата новоселья сдвигается на феврале. Проблему обозначила и глава администрации Новочебоксарска. Пять квартир было приобретено уже после последних торгов. Заключены муниципальные контракты и осталось 1 миллион 42 тысячи 900 рублей. По этой цене не хватало немножко на приобретение 33 квадратных метра квартиры. Вообще возводить жилье по госпрограмме становится сложно. Застройщиков не устраивают цены за квадратный метр, особенно в столице региона. В августе только стоимость стала 34 тысячи квадратных метров. Но это еще с учетом отделки, то есть без заделки это около 30 тысяч рублей за квадратный метр в черновой отделке. На рынке города квартир с такой стоимостью практически нет. С учетом того, что земля дороже, спрос другой, себестоимость выше. Глава республики отметил, что власти муниципалитетов должны пересмотреть механизмы работы. По сути госконтракты для каждого застройщика это гарантированные заказы. Поэтому давайте своими структурными подразделениями, своей управленческой командой надо работать на результат. Но и муниципальные образования, получая эти средства, должны соответствующим образом провести публичные торги. Принимаем решение в пользу предпринимателей, кто занимается строительным бизнесом, кто строительством занимается, там и земельные участки переводим, земель сельхозназначения надо. Тогда обговаривать эти условия. В республиканском Минфине призывают муниципалитеты к дисциплине. Там, где появится риск неосвоения, бюджетные средства передадут другим районам. Лимиты текущего года нужно своевременно обеспечить проведение конкурсных процедур. При первом уточнении, с учетом предложения и муниципалитетов, и прокуратуры, и самого министерства, мы планируем увеличение на 50 миллионов рублей. Еще одна задача – постоянный контроль за работой коммунального хозяйства в морозные дни. И обращаю внимание еще раз всех служб городского хозяйства, администрации районов и городов, для того, чтобы обратили на это внимание. Не дай бог какой-то несчастный случай. Не дай бог еще какой-то случай с летальным исходом. Сделать выводы необходимо и дорожным службам. После недавнего снегопада на трассах образовались километровые пробки. Такого повториться не должно, отмечает Михаил Игнатьев. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Госуслуги в один клик. В Чувашии продолжается реализация майского указа Владимира Путина об оказании услуг в электронном виде. По предварительным данным Мининформполитики, к концу 2018-го такую возможность имели 74% населения республики. Эта цифра выше запланированной по стране на 4%. Активная информационная кампания позволила увеличить число зарегистрированных горожан в единой системе идентификации и аутентификации ЕСИА. Порталом госуслуг пользуются 708 тысяч жителей республики. 158 тысяч присоединились в прошлом году. В Чувашии открыты специализированные центры обслуживания. Всего на территории Чувашской республики сейчас действует 240 центров обслуживания, в котором граждане могут как зарегистрироваться в ЕСИА, так и, соответственно, решить все проблемы с доступом в остальные пароли и так далее. Только за истекший год было открыто 59 новых центров обслуживания. Это в основном центры были открыты на отделениях пенсионного фонда и банковских структур. В прошлом году в электронный вид перевели еще 20 госуслуг. Среди них получение лицензии на работу в такси, выдача заверенных копий, подготовка документов по поддержке семей с детьми. Глава Чувашии Михаил Игнатьев поставил задачу эффективнее работать с администрациями городов и районов и увеличить число пользователей электронных госуслуг. Чувашия вошла в число регионов лидеров Всероссийского конкурса журналистских работ «Фокусе детства». На суд жюри конкурса «Фокусе детства» из Чувашии поступило 25 заявок. На федеральный уровень допущено 14 материалов от журналистов республики. Лучшие работы выбирают в фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Его задача – привлечь общественное внимание к решению проблем детского неблагополучия. Конкурс 2018 года стал одним из первых мероприятий фонда в рамках объявленного президентом Российской Федерации «Десятилетие детства». Вы все это знаете. В рамках регионального этапа на конкурс поступило 896 работ, на федеральный этап – 453 работы из 63 субъектов Российской Федерации. Победителями стали 25 авторов из 20 российских регионов. Республика Чувашия вошла в число 20 лидеров конкурса по количеству участников. Сразу в трех номинациях конкурса победу одержали корреспонденты национального телевидения Чувашии и редакции «Таван Радио». Также среди призеров – журналисты газет «Грани», «Советская Чувашия» и «Аллатрские вести». За успешное проведение регионального этапа глава Чувашии вручил благодарственное письмо от Федерального фонда министру цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций. В Ядрине полицейский за рулем своего автомобиля сбил двух пешеходов. ЧП произошло вечером 19 января. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, вечером 19 января текущего года в темное время суток на улице Комсомольской в городе Ядрине подозреваемый, управляя личным автомобилем «Киа Рио» в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух женщин, шедших по краю проезжей части автодороги в попутном направлении, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. От полученных телесных повреждений 79-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия, а 67-летняя пострадавшая с различными травмами была доставлена в лечебное учреждение, где ей оказывается необходима медицинская помощь. В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Еще более ужасное ДТП произошло сегодня в Цивильском районе. Около 7 часов утра на трассе М7 возле деревни Табонара 32-летний водитель автомобиля «Рено Логан» сбил пожилую женщину. Она переходила проезжую часть в неположенном месте. Это установили сотрудники ГИБДД «Чувашии». Сразу после наезда водитель вышел из автомобиля, оттащил тело в овраг и засыпал снегом, а затем скрылся с места преступления. Об этом в ближайшей патрульной службе сообщил очевидец, следовавший из Цивильска в Чебоксары. Спецбатальон ДПС оперативного реагирования МВД уже задержал водителя. Все случившееся настолько страшно, что хочется списать это на лунное затмение и еще раз напомнить водителям и пешеходам афоризм инспекторов ГИБДД. Соблюдайте правила дорожного движения, ибо они написаны кровью. В Чебоксарах подвели итоги голосования по изменению схемы движения общественного транспорта. По новым маршрутам транспорт должен начать ездить уже в феврале. Эту тему обсудили на утреннем совещании в столичной администрации. Свой выбор по 12 вопросам сделали 3800 горожан. Респонденты решили оставить схему движения 22-го автобусного маршрута по улицам Гузовского и Максима Горького, вместо предложенной по улице Кривого. По остальным вопросам изменения поддержали. Для реализации данных решений требуется внесение изменений в муниципальный документ планирования регулярных перевозок. В связи с необходимостью проведения оценки регулирующего воздействия на портале нормативно-правых актов Чувашьей Республики и антикоррупционной экспертизы, срок внесения изменений в документ планирования не ранее второй половины февраля впущего года. В числе предложений изменения троллейбусных маршрутов номер 15, 18, 19 и 22. Первые два пустить по новой схеме труда не составит. Для последних нужно строить контактную сеть. Механим запущен, материалы мы все определились, закупаем. И по получению этих материалов начнем монтаж контактной сети. Это ориентировочно где-то конец февраля, начало марта. Глава администрации Алексей Ладыков обозначил сроки нововведений. По автобусным маршрутам изменения внести до 20 февраля. И с 20 февраля максимум работы по новой схеме. Ну а по троллейбусным маршрутам с учетом работы новой схеме шестерства крайний этап 15 марта. Транспортная реформа продолжается. 15 новых автобусов в средней вместимости вышли на 32 маршрут. До конца января такие же появятся и на 52. На очереди 42 и 33. Перевозить пассажиров новые МАЗы начнут в конце февраля. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. В Батыревском 22, в Урмарском 18. В среднем по республике закупочная цена на сырое молоко от населения выходит 19 рублей 20 копеек. За последнюю неделю она снизилась на 10 копеек. А вот в сравнении с январем 2018 выросла почти на 25%. Владельцы личных подсобных хозяйств сетуют, что сдавать молоко становится невыгодно, цена нестабильна. И чаще падает, чем растет. Например, за последнюю неделю снижение минимальных закупочных цен отмечено в Алатарском, Канажском, Красночитайском районах. Да и самого молока зимой меньше. Летнее время сдаем около 15 литров, утренняя и ночная дойка. А вот зимнее время через сутки по 8-10 литров. На цены сильно влияет качество молока. И сборщики часто упрекают с датчиков нарушений стандартов. И чтобы этого избежать, хозяева сами относят пробы на анализы в госветслужбу. А это еще минус 100 рублей. Наши ветеринарные специалисты ежемесячно проводят проверку качества молока, сдаваемого как у населения. У нас для этого закуплено специальное оборудование. Это лактаны, клеверы, стоматесы. Аппаратура довольно-таки дорогостоящая. Реактивы тоже очень дорогие. Их постоянно нужно закупать. То есть при исследовании тратится не один реактив. От района к району цифры разные. Например, в Батревском и Комсомольском литр молока от населения принимают за 22 рубля. А в Красночитайском и Канажском только за 18. На это влияют объемы. Где молока больше, туда просто выгоднее ездить сборщиком. Делают погоду не только качество, но и конкуренция. В некоторых поселениях люди между собой договариваются. Они начинают играть честно. В этом случае, конечно, цена будет другая. Но самый главный фактор здесь то, что товарные личные подворья, они должны ментально, сознательно прийти к тому, чтобы объединиться в то, чтобы создавать совместные кооперативы. В этом случае они могут сами контролировать, сами определять. И у них будут другие качества, другие объемы и другая цена. К слову, средняя закупочная цена молока охлажденного первого сорта для молокоперерабатывающих предприятий республики составляет 23 рубля 29 копеек за 1 килограмм. Ирина Волкова, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения классика чувашской литературы Михаила Сейспеля. На его малой родине в Канажском районе уже началась подготовка к юбилейной дате. Михаил Сейспель прожил всего 22 года. Но и этого времени ему хватило, чтобы оставить свой след в истории. Стихи он начал сочинять со школьных лет. К 20 годам уже успел поработать следователем, председателем рифтрибунала Чувашской автономной области. Тяжелая болезнь заставила его уехать в Крым, а потом после лечения на Украину. В музее Сейспеля словно остановилось время. Здесь каждый предмет, картина ли, книга, рассказывают о жизни поэта, о его стремлении к образованию, которому мешал серьезный недуг. Михаил Сейспель очень тянулся к знанию, и поэтому он без учебы никак не мог. Во время болезни он учился в нашей Шугурской начальной школе. И в школу он, конечно же, сам не мог ходить. Его возил на санках младший брат Гурей. И когда он доезжал до школы, выходили другие ребята и, подхватив его, заносили в класс. Реформатор в поэзии он не падал духом, даже когда его одолевала болезнь. Продолжал сочинять стихи. Сейспелевед Виталий Станьял всю жизнь занимается изучением творчества классика чуварской литературы. И считает очень важным, чтобы подрастающее поколение знало не только творчество поэта, но и его, как человека, со своими плюсами и минусами. Сейспель именно для воспитания нужен. Когда-то я здесь, не знаю сколько раз, но в общем раз точно, сейспелька в Айзен проводил. Просто своими силами. Никто не помогал, никого деньги не просили. Какие хорошие были вечера. Со всей республики собирались. Однажды на поэтический фестиваль самое большее мы ожидали 300 школьников. А приехало, сколько думаете, 1800. Стихи Сейспеля известны во всем мире. Его работы переведены на 55 языков. Жители деревни, которые носят его имя, гордятся своим земляком и хранят память о нем. В мемориальный комплекс родины Михаила Сейспеля с каждым годом приезжают все больше туристов. 20 лет назад здесь построили мемориальный комплекс. И вот в состав комплекса входит дворец культуры, школа, музей, парк, памятники, ряд других объектов, дом, где жил Сейспель, благоустройство деревни, газификация, дорожные строительства, чего только не сделано. В течение всего года здесь будут проходить мероприятия, посвященные знаменательной дате. В ноябре состоится традиционный межрегиональный фестиваль Зов Сейспеля. Делюсь вдохновением. В Чебоксарской академии искусств прошел мастер-класс по академическому вокалу. Его провел Дмитрий Кондратков, солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Ослушала Юлия Важенина. Как правильно брать дыхание? Что сделать, чтобы звук был полетным? И для чего нужно петь вокализы? Дмитрий Кондратков не только рассказал об основах академического вокала, но и показал на своем примере, как это делается. Готов скрываться вам в угоду, И пел ревнивых чувств понять, На все, на все для вас готов я. Дмитрий профессионально занимается вокалом вот уже более 20 лет. Для него все началось со скрипичного концерта, Который он посмотрел по телевизору. Тогда еще будущего вокалиста настолько поразил концерт, Что другого пути, кроме как пойти в музыкальную школу, Он не видел. Воспитанники академии искусств тоже мечтают о сцене И внимательно слушают артиста. Дмитрий Кондратков исполнил серенаду «Дон Кихота» Вместе с Семеном Алексеевым. Воспитанники академии искусств тоже мечтают о сцене Воспитанники академии искусств тоже мечтают о сцене После мастер-класса «Разбор полетов» Дмитрий Кондратков послушал учеников академии Детально разобрал их пение. Как говорится, со стороны виднее. «Нужно больше петь для зрителя. Звук не надо на себя, держать в себе звук не надо. Нужно немножко открывать звук, отправлять его на публику. Сказал, что нужно петь вокализы. Это обязательно для вокалиста. Потому что вокализы они уравнивают и делают звук чище. Это однозначно. Все замечания я сохраню, учту и буду работать над собой». «Замечательные ребята. Было очень приятно. Пообщаться, поработать. Ребята, в общем-то, талантливые. Потому что практически все мои просьбы они выполняли в силу, способности и таланта». «Любите музыку» – такое послание Дмитрий Кондратков оставил начинающим вокалистам на доске вдохновения, как стимул для дальнейшей работы. Юлия Важенина, Павел Иритков, Республика. Нарисовать рисунок и стать частью истории города Чебоксар смогли учащиеся 4-й Чебоксарской художественной школы. Их работы украшают календарь 2019 года, который выпустили к 550-летию столицы. Городской пейзаж – излюбленный объект как у состоявшихся, так и у начинающих художников. Чебоксары осенью, чебоксары, занесенные снегом, расцветом чебоксарами и чебоксары с высоты птичьего полета. Эти и другие мотивы можно увидеть на рисунках бывших и нынешних учеников художественной школы номер 4. За годы ее работы получилась иллюстрированная летопись города. А в канун 550-летия столицы возникла идея создания юбилейного календаря. У каждого преподавателя есть ученики, которые выполняют очень замечательные работы. И каждый преподаватель включил своего ученика. У нас большой архив, поэтому большой был конкурс, чтобы выбрать. И выбрали самые лучшие работы в этот календарь. Рисунок выпускника художественной школы Романа Игнатьева один из тех, что украшают юбилейный календарь. Он рассказал подрастающему поколению художников, как нужно рисовать, чтобы их работы стали лучшими. Когда я был маленький, я любил играть в стратегии. И там тоже строились города, создавались войска. И меня очень интересовала вот эта тема вся. И поэтому я рисуя, я тоже играл, воображал. У меня сильно работало воображение. Поэтому и получались такие прикольные, интересные картины. То есть картины в детстве у меня были все живые. Ольга Козырева тоже закончила эту школу. Выбрала профессию стоматолога, но продолжает рисовать для удовольствия. Ее работа с изображением монумента воинской славы тоже на странице календаря. Мне очень нравится это место. Мы часто с семьей ходим вместе сюда гулять. Особенно на 9 мая мы очень любим праздновать и ходить, ходить и наслаждаться красотой этого парка. Особенно красивый вид, когда заходишь на эту площадку и смотришь на город. Всего было отобрано 13 работ с изображением достопримечательностей столицы. Напечатано 50 экземпляров, часть из которых уже вручили выпускникам и учащимся школы. Остальные ждут своих хозяев. Ольга Алексеева, Алина Сусметова, Андрей Шоклев. Это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Увидимся завтра в это же время в эфире национального телевидения «Чувашия». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!